Родиона Яковлевича Малиновского смело можно назвать одним из самых неординарных командиров как дореволюционного периода, так и во времена Советского Союза. История Малиновского полна тайн, часть из которых не раскрыта и по сей день. Вы на канале Фактор Юз, и в этом выпуске я расскажу, что случилось с Родионом Малиновским. Родион Яковлевич родился вне брака в Одессе в 1898 году. Мать Варвары Николаевна Малиновская, об отце же доподлинно известно только имя Яков. Варвара Николаевна бралась за любую работу, чтобы прокормить себя и сына. Из Одессы она перебралась в имение Сутиски, принадлежавшее графу Гейдену, где ей предложили место экономки. Родион воспитывался на графском уровне наравне с владельцами имения. Кроме того, Малиновский часто играл с детьми Гейдена и обучался у их преподавателей. Вероятнее всего, именно в этот период Родион и стал изучать французский язык, который позднее освоил в совершенстве. Кроме того, сам граф Гейден уделял особое внимание Родиону. Например, по его ходатайству Малиновский был зачислен в училище военных фельдшеров. Однако мать Родиона была негативно настроена на службу сына в армии. С началом Первой мировой войны, движимый патриотическими чувствами, 16-летний Малиновский добавил себе несколько годов и отправился на фронт. В 1915 году он был награжден Георгиевским крестом четвертой степени. В том же году получил тяжелое осколочное ранение в спину. После выздоровления попал в состав экспедиционного корпуса русской армии во Франции. С 1916 года в составе Первой бригады экспедиционного корпуса русской армии во Франции воевал на Западном фронте. 16 апреля 1917 года в первый же день наступления русских частей в районе форта Бримен был серьезно ранен в руку. Попал в военный госпиталь в городе Реймсе, где с трудом уговорил хирурга не ампутировать ему кисть. Врач отправил его в английский госпиталь Веперне, где английский хирург сделал ему сложную по тем временам операцию, которая позволила сохранить руку. С началом событий 1917 года в рядах русских и некоторых французских частей стали распространяться революционные настроения. Временное правительство всячески задерживало возвращение почти 20 тысяч солдат с Западного фронта и даже просило французских властей силой задавить бунтарей, но французы отказались. Малиновский в этих событиях не участвовал, так как находился в госпитале из-за очередного ранения. После реабилитации и расформирования русских частей Родион вступил в легендарный русский легион чести в составе иностранного легиона. За героизм в 1918 году получил военный крест с серебряной звездой. Однако Малиновский, как и многие другие русские солдаты, стремился вернуться на родину и вступить в ряды РККА. Мечту он осуществил уже в 1919 году. В составе 27-й дивизии Малиновский принимал активное участие в гражданской войне на Восточном фронте против воинских формирований адмирала Александра Васильевича Колчака. Ближе к завершению активных боевых действий Родион оказался в военном госпитале с сыпным тифом. После гражданской войны Малиновский окончил школу младшего начсостава и был назначен руководителем пулеметного расчета, а позднее и команды. Вскоре ему доверили целый батальон. В период с 1927 по 1930 год Родион проходил обучение в военной академии имени Фрунзе. Сразу после ее окончания был назначен начальником штаба 67-го Кавказского кавалерийского полка. В 1935 году Малиновскому присвоили звание полковник. Позднее он стал начальником штаба Западной армии, благодаря выдающимся маневрам войск Белорусского военного округа. До 1938 года Родион Яковлевич находился в Испании. Там он выступал в качестве советника во время гражданской войны. За многочисленные боевые заслуги против франкистов Малиновского наградили двумя орденами, а по возвращении на родину внеочередным воинским званием Камбрик. После этого Малиновский занимал должность старшего преподавателя в военной академии имени Фрунзе. В 1940 году ему было присвоено звание генерал-майор. На этом посту в учебном заведении Родион Яковлевич подготовил кандидатскую, но защитить ее так и не успел. Великую Отечественную войну встретил в должности командира 48-го стрелкового корпуса Одесского военного округа, расположенного в молдавском городе Бельцы. В начале войны, несмотря на отступление, Родион Малиновский сумел сохранить главные силы своего корпуса и проявил хорошие командирские навыки. Его как успешного командира перевели на должность командующего 6-й армией, а его солдаты месяц не давали противнику форсировать Днепр. К концу 1941 года Малиновский был назначен командующим Южным фронтом. Это назначение чуть было не стало для него роковым. Весной 1942 года советские войска начали масштабное наступление в направлении Харькова, которое закончилось настоящей катастрофой. Советские армии безостановочно отступали, неся тяжелейшие потери. 24 июля 1942 года Малиновский, тогда командующий Южным фронтом, сдает немцам Ростов-на-Дону, причем без приказа Ставки Верховного Главнокомандования, четко понимая, что его не удержать, а солдат можно потерять огромное количество. Малиновский и сам едва не попал в окружение. Когда удалось вырваться, его вызвали в Москву. Ничего хорошего этот вызов не сулил. Все знали, что за катастрофу июня 1941 года командующего Западным фронтом Дмитрия Григорьевича Павлова расстреляли. Но летом 1942 года высшее советское командование несколько изменило свои подходы. Малиновского с понижением в должности отправили командовать 66-й армией, мол, ступай, генерал, и скупай кровью. Впрочем, уже в ноябре 1942 года Малиновскому удалось реабилитироваться во главе 2-й гвардейской армии. Войска выдвигались на ростовское направление во время того, как ударные группировки немецких солдат нанесли серьезный удар по Сталинграду с южной стороны, пытаясь порвать кольцо окружения. В то время как заместитель наркома Александр Василевский пытался убедить Сталина привлечь силы армии Малиновского, последний по собственной инициативе остановил движение расчетов и сгруппировал их в боевые порядки. Героические действия командира и личного состава сыграли ключевую роль в Котельниковой операции и, соответственно, всей Сталинградской битве. За выдающиеся боевые заслуги Иосиф Сталин в 1943 году восстановил Родиона Яковлевича в качестве командира Южного фронта. А буквально через несколько месяцев Малиновскому удалось освободить Ростов-на-Дону. Начиная с марта 1943 года Малиновский провел порядка шести наступательных операций. В результате действий фронта были освобождены Донбасс и практически вся Южная Украина. За выдающиеся заслуги он был приставлен к званию генерал армии. На протяжении 1944 года Родион Яковлевич руководил освободительными операциями в Одессе и, продолжив наступательные действия, дошел до Румынии. 10 сентября 1944 года Малиновскому было присвоено воинское звание «Маршал Советского Союза». В середине осени того же года Родион Яковлевич нанес еще одно сокрушительное поражение немцам в Венгрии. В течение пяти месяцев маршалу удалось не только окружить, но и уничтожить 80-тысячную армию противника. Весной 1945 года Родионом Малиновским в содействии с армией Федора Ивановича Толбухина была успешно проведена так называемая «Венская операция», которая завершилась полным уничтожением немецкого фронта в Австрии, а полководец был удостоен высшего ордена Победы. После завершения Великой Отечественной войны Малиновский был переведен на Дальний Восток, где в ходе Советско-Японской войны вступил в командование за Байкальским фронтом, который совершенно неожиданно для японцев прорвался через пустыню Гобби в центральную часть Маньчжурии, довершив окружение и полный разгром японских войск. Малиновскому за эту операцию было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1956 году маршала Малиновского перевели в Москву, назначив его заместителем министра обороны СССР, главнокомандующим сухопутными войсками СССР. Министром же тогда был Георгий Жуков. Отношения между двумя военачальниками были, мягко говоря, непростыми. В 1957 году эту антипатию решил использовать в своих целях Никита Хрущев, решив избавиться от Жукова. На пленуме ЦК министра обороны обвинили в бонапартизме, и одним из главных обвинителей оказался Родион Малиновский. Жукова сняли с поста, а Малиновский стал новым министром обороны СССР. Находясь на посту главнокомандующего СССР, Малиновский развивал два главных направления своей деятельности. Он внес неоценимый вклад в усиление боевой мощи, а также осуществил стратегически важное перевооружение государства. В 1966 году врачи диагностировали у Маршала рак поджелудочной железы. Болезнь стремительно прогрессировала, метастазы за считанные месяцы дошли до костной ткани. От госпитализации Маршал отказывался вплоть до завершения парада 7 ноября. Малиновский крайне тяжело переносил болезнь, которая сопровождалась ужасными болями. Родион Яковлевич скончался 31 марта 1967 года в Москве, а 3 апреля его прах был захоронен у Кремлевской стены на Красной площади. А вы считаете Родиона Малиновского величайшим полководцем времен Второй мировой или придерживаетесь другой позиции? Делитесь своим мнением в комментариях.